Нет пропущенных в этой игре, середина первого тайма и костериканцы в атаке. Уренье. Бокес. Хороший заброс на уренье. Но здесь удачно. И гол! Вот это да! Первый же удар в створ ворот и Брайан Руиз. Сейчас забивает мяч в ворота сборной Бельгии. Но так бельгийцы не пропускали и не пропускали долгое время. Иначе вам пропустили от сборной Коста-Рики. Бельгия вообще 18 матчей подряд при Роберто Мартинесе не проигрывает. И вот проигрывает сейчас костериканцам. Пока все по плану Азара. Играют и здорово бельгийцы. Значит могут и проиграть. Ничего страшного. На самом деле еще слишком рано. Боятся. Вот то, что не удалось сделать Оскару Туарта в самом начале. Попасть по мячу. Сделал сейчас более техничный. И адаптированный к таким ударам. Брайан Руиз. Здорово пробил. Тибо Куртуа, конечно, здесь со своим двухметровым ростом не успел как следует сложиться. Голевая передача Яну Фертонгину. И удар идеальный. Уголоком здорово пробил. Ну да, наверное, не стоило Фертонгину выносить мяч прямо так. В лоб буквально. На соперника. Ну и Тоби, Алдоргей и друг. Помнишь, какой он сделал пару шагов в Краснодаре и положил в наш ворот? Нет. Там задержался правый защитник. Ромео Лукаку. Это вот такая первая фаза атаки. Здесь Лукаку не нашел решения. Вот смотри, все мячи, которые костериканцы выносят, они достаются сборной Бельгии. Ну да, положение игры здесь не было. Удивительно, конечно, что Азар увидел эту передачу. Увидел и исполнил. Ты думаешь, что все-таки это была передача, да? Мне почему-то кажется, что Азар пытался пробить, но хороший удар не пропадает. Мертенс, Лукаку. Два до одного. Удивительно, у нас есть акция, которую мы смотрели до Лукаку. Смотрите, в этом подании Дебруйне, какую свободу умерла Мертенс. Крытие так на 5-6 метров до этого. Азар убегает от всех, буквально переваливаясь через одну собственную ногу. В другую сторону бежит. И вот уже атака прибежала к воротам. И влетает очередной мяч от головы Ромелу Лукаку. 13-й в этой фантастической сеть. Но здесь передача Нассера Шадли, она просто выше всяких похвал. Потому что он перебивает ближнего игрока, но не выше прыжка Лукаку. Да, и прямо туда, в верхнюю точку отправляет мяч для Ромелу Лукаку. Чем-то это напоминает набросы в NBA, когда делают над кольцом. И потом, с вашей числой данк, вбивает Леброн Джеймс условный. И Леброном Джеймсом в этой атаке был именно Ромелу Лукаку. Как он старательно подстраивался здесь, чтобы попасть в положение вне игры. И потом спрятался за спин нескольких защитников, прошел тут за строем их. Буквально сместился, искал точку и нашел ее, ну, блядь, блядь, великолепно. И успел Ромелу Лукаку сделать дубль до того, как появится на поле Миши Батшуаи. Но Батшуаи заменит не Лукаку, а заменит... Не гуманно. Совсем не гуманно. Он только-только появился на поле. Гамбоа. Здесь здорово действует Алдер Вейралд. Как же обыгрывает один в один Азар. Азар, Лукаку, хитрик. Нет, Батшуаи. Зато Батшуаи. Да. Вот Лукаку не жмот, не жадина. А мог же хитрик сделать. Знаешь, как отлетел Батшуаи сейчас от Лукаку. Хотя прыгнул-то, раздвижался. Раздвижался неплохо. Но отлетел от него, как мяч, катскинки. Батшуаи забивает пустые ворота. Практически пустые. Там, по-моему, чья-то рука еще была подстава. Много стариканского. Как и Де Назар разбирается. Просто мандар. Да, причем за счет буквально движения плечами. Так, чуть-чуть покачивая. Пока-пока покачивая. Соперник. Мерси Баку. Так, ну здесь красиво между ног. Вот здесь, вот этим движением, он просто убрал соперника. Ну, может быть, и правильно, наверное, Лукак, вот, судя по этому повтору, делал, что возвращал мяч. Все, может быть, даже возвращал его не Батшуаи. И вот теперь уходит. Ну, видишь, что-то дал опять замену.